приветствую вас уважаемые подписчики зрительного канала хочу с вами рассказать о моем приобретении это цифровой штангель циркуль давно я хотел его приобрести но все как-то все как-то как говорится деньги жалел нафиг надо нафиг надо нафиг есть у меня вот такой штангель циркуль можно им пользоваться что там пользуется но во всяком случае зрение уже не то и поэтому иногда бываешь измеряешь и показывает одно но без очков уже ни хрена не видно поэтому у меня этот штангель циркуль есть и вот такой приобрел заказала это все есть на алиэкспресс поэтому ссылки можете посмотреть цена не такая же большая они есть пластиковые но я заказал металлические конечно они есть и дорогие цена у меня что такая средняя цена не очень вот таком коробу коробушки вот такой ну там что-то тарахтит ну неважно так открывается таким способом дальше здесь макулатура инструкция на английском языке хотя должна быть и на русском языке но нет только на английском ну я думаю тут можно понять что это технические характеристики шоуцово представляют какие тут органы управления на нем есть это тут настройка и внизу характерные неисправности как их можно устранить не будем и тратить время по-дурному пусть будет шо есть комплекте батарейка еще и запасная и кажется батарейка установлена и здесь еще так и в комплекте еще есть вот такая отвертка это она и тарахтит так убираем в сторону не смотрим наш там нас там на сам штангель циркуль значит внешне он хочу тарахтит а этот тарахтит вот это колесико с помощью которого он передвигается включать можно и кнопочкой и можно сразу когда начинаешь измерять он тоже включается здесь три кнопки значит зеро то есть брос в ноль включение выключение и дюйма миллиметры внешне металлический но есть чуть-чуть конечно дверьте ну сами понимаете вверх нормально внизу немножечко есть какой сдвиг зазор в губках нету зазора так включаем по нолям отъезжаем по нолям отъедем чуть подальше вернемся обратно тоже по нолям то есть по большому счету как бы нормально в этом отношении но если не по нолям то надо естественно сброс сделать зеро и фиксация есть сверху есть фиксация это окошечко или крышечка под которой находится батарейка с обратной стороны таблица ну таблица это чисто для расчета резьбы вот если берем первая колонка это резьбы м3 м4 м5 м6 8 и так далее второе это шаг резьбы если 305 шаг дальше это диаметр только я так и не пойму что за диаметр и последний это диаметр сверла который необходимо просверлить чтобы нарезать резьбу м3 это получается для м4 примеру диаметр сверла должно быть 33 верху это метрическая внизу это дюймовая резьба да еще один из моментов интересных по поводу вот примеру дюйм ставим а дюйм я думаю вы знаете это 254 2 ну 254 так даже многовато блин поймать сложновато да елки-палки да не совсем точный 254 теперь переключаемся на дюйм и смотрим сколько дюймов один дюйм все отлично например один полтора дюйма ну пусть будет полтора дюйма переключаемся это будет 3,8 сантиметра 38 миллиметров так что вот так вот он снова по нолям так что в целом в принципе как бы как бы неплохой внешне чувствуется как говорится весь мышь в руки маяшь вещь неплохой неплохой мне во всяком случае нравится за ту цену которая можно конечно если вы хотите купить очень точный то он конечно будет стоить уже это стоит где-то ну чуть больше тысячи да кажется где-то около или около тысячи где-то около тысячи 900 чем-то он стоит то если вы будете покупать супер-пупер точный то это уже будет стоить предела пяти рублей пяти тысяч так что смотрите для каких целей тех целей которые я использую я вполне точно данного измерительного прибора меня вполне устраивает ну и что касается коробчонки здесь конечно желательно чтобы было ну какое-то хотя честно говоря закрою но все равно надо какое-то положить то ли поролончик сюда вырезать вниз вырезать и положить хотя и есть вот эти его прижимы которые прижимают ну лучше конечно это по-другому сделать ну а этот отсюда можно братья где-то кстати видел в интернете что можно сюда его как-то вырезать и сюда его приспособить ну вот как то так так что прибор вполне достойный меня или я его без разницы ну мне нравится пока что мне нравится как он будет себя вести в перспективе время покажет ну а так он не пол не устраивает и хороший прибор за те деньги которые я заплатил за данное устройство сказал вам подумал и решил доснять ролик и сделать показать как я сделал все таки оборудовал внутри место для вложимент дистанционной циркуля так вот так это подложка под туда под ламинат которая есть подложки пенопластовые есть вот такие вот я так вырезал вот они что-то не пойму какая-то ерунда затесалась вырезал вложил они теперь лежит на почти мягком месте дальше я уже говорил где-то я подсмотрел не помню где на каком-то канале и сделал вот такое для крепление отверточки инструкцию запихала под низом вот таком виде отлично она у меня сейчас лежит и главное ничего не тарахтит ничего не болтается вот так здесь что-то должно было конечно чего-нибудь помягче но помягче что-то а что он туда вниз вошло что ли помягче проставочка ну все как-то так так что кому интересно ставьте пальцы вверх точнее кому не интересно ставьте пальцы вниз может что-то напишите в комментариях не забудьте подписаться палец еще раз палец вверх палец вниз всеми добра добра здоровья и до новых встреч на моем канале